Привет, друг, это Зверько. Разработчики меняют некоторых персонажей весьма кардинально, и не хотелось бы оставлять их без гайдов. Давай назовем рубрику «Мммм, как теперь играть?». Итак, как теперь играть на Чанэ? В ранговую мету этот герой скорее всего не попадет, а вот как поиграть на нем в свое удовольствие я расскажу. Погнали с обзора навыков. Пассивка. Не совсем верно описано. Итак, Чанэ, нанося противнику урон автоатакой, увеличивает свой урон от навыков магии в ту же цель, вплоть до 20%. Реализовать пассивку сложно из-за самой концепции героя. У Чанэ нет контроля, и она должна не позволять атаковать себя, то есть держаться на расстоянии. Отложим первый навык, начнем сразу со второго. Полумесяц. Чанэ бафает себя щитом, немного ускоряясь. Щит со временем не пропадает, его лишь могут сбить уроном или поглотить эсмеральда. Этот щит очень важен для Чанэ, он усиливает все ее навыки, так как к урону автоатакой у нее добавляются еще два снаряда, которые добавляют свои выстрелы к урону Чанэ. И более того, этот баф является навыком, а значит можно использовать это в билде, чтобы накладывать статусы. Например, горение или антихил. Размер щита можно увеличить с помощью навыка щит, лолиты, оракула и щита афины. И пока весь объем щитов не снимут, баф будет продолжать действовать. Второй навык это основа Чанэ. Первый навык. Пузырь, летящий по прямой и пробивающий противников, также замедляющий их. С полумесяцем от второго навыка добавляются еще четыре пузыря, которые полетят в сторону выбранной точки. Да еще и замедление складывается. Ульта. Чанэ ускоряется и начинает вести пулеметный огонь по прямой, не переставая перемещаться. Притом, по крипам и миньонам урон в два раза больше. Вообще, если просто попасть в одну цель полной очередью, урон огромный. А если это делать с полумесяцем, так и площадь поражения увеличивается и урон возрастает. Но есть нюанс. Пули застревают в первой жертве. Выстрелы не на вылет. Что видим из навыков. Есть самобаф и дальние выстрелы, но нет контроля. Притом, выстрелы летят на очень порядочное расстояние. Я называю таких персонажей артиллерией. Бьют больно, издалека и если к ним подойти, то убить не так уж и сложно. Снимающий с Чанэ резко падает ее огневая мощь. Эмблемы. Возьмем эмблемы мага с третьим перком, а также вкинем очки в ускорение и вампиризм. Правильной Чанэ не нужна концентрированная энергия. Другие предметы и этот вампиризм ее заменят. Из способностей стоит взять что-нибудь для отступления. Вспышку или спринт. Что будем собирать. Вообще Чанэ не мана затратная, поэтому возьмем сапоги заклинателя. Это увеличит урон по сквишам. Жезл снежной королевы. Под полумесяцем будем замедлять врагов даже с автоатаки. А если попадешь первым навыком, то люто замедлишь врага. Также очень поможет при использовании ульты. Жезл молний и урон и кд и запас маны. Пылающий жезл даст ускорение бега и будет поджигать сурки, так же как со всех навыков. Мимолетное время. Повысит огневую мощь за счет кд ульты. Кровавые крылья. Вишенка на торте урона. Тактика. Чанэ маг второго плана. Приходится держаться далеко, стрелять метко. И стабильно за спинами союзников, потому что как только сбивают щит, ты пушечное мясо. С хорошими фронтменами можно творить дела. Привыкай играть по карте, чтобы оценивать, где союзники и противники. Целиться тоже придется порой по ней. Первым навыком лучше попадать прямо по противнику, чтобы все шары пролетели сквозь него. Два выстрела и фулового сквиша нет. Если надо куда-то добраться быстрее, не стесняйся применять ускорение от второго навыка. Даже если на тебе уже висит щит. Можно совмещать ускорение. Активируешь второй навык и врубаешь ульту. Вот у тебя добавка в скорости, а у противника замедление и тебе будет проще следовать его перемещению, чтобы вносить кучу урона. Для зачистки крупной волны или убийства лорда черепахи не стесняйся ультовать. Итак, держись от противника подальше и не промахивайся навыками, что тут еще сказать. Надеюсь гайд поможет получить удовольствие от боев на чане. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал, поделись видео с друзьями и поставь свою замечательную лапку. Удачи, друг! Субтитры создавал DimaTorzok